всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 3 марта я вот сегодня у меня предоставилась возможность показать вам как я переваливаю в большой стакан только что я рассказала чем отличается пикировка которая более травматична для растений от перевалки показала как я это делаю вот показала лоток который нужно сейчас распикировать а это видео очень интересный вопрос и часто его задают начинающие огородники можно ли выращивать томаты без пикировки потому что люди видят все говорят пикировать томаты пикировать томаты пора пикировать нужно пикировать кто распикировал кто не распикировал все разговоры вокруг пикировки но очень многие выращивают и без пикировки я сейчас вам покажу как выглядят томаты без пикировки сразу скажу вам Что я этим не занимаюсь, я почти все свои томаты пикирую, но так как я, у меня их много, и я сразу распикировать их все не могу, я делаю частичную пикировку. Ну, вы сейчас поймете, о чем я. И у меня есть как раз экземпляры, которые, ну, запоздала я с пикировкой. Вот смотрите, я сею, если свои семена, которые, сейчас, подождите, сделаю так, которых вдоволь, которых не нужно экономить, я сею вот так вот, загущенно. Ну, потому что, во-первых, потом легче выбрать, какие потолще будут там, эту выбраковку, все. И когда наступает время пикировки, вот представьте, здесь штук 300 их. Потом, когда наступает время пикировки, конечно, вот это количество сразу очень сложно распикировать. Это надо, представьте, продырявить стаканчики, написать этикетки, заготовить грунта, набить землю, каждый вытащить, прищепнуть, посадить, полить. Очень медленно все это. Я делаю пикировку через ряд. Вот видите, они у меня как густо посажены. Я один ряд вытаскиваю, пикирую, второй оставляю, вытаскиваю, пикирую, второй оставляю. В результате у меня получается вот так вот, вот такая вот разреженная посадка. Вы видите, что здесь между этими двумя рядами был еще один ряд томатов. Я их оставила вот так, через один. В первый раз я их проредила, через один ряд оставила. Второй раз, когда я принялась пикировать, я уже вот в каждой строчке еще раз проредила через один. То есть, один томат убираю в густой посадке, второй оставляю, один убираю, второй оставляю. В результате между ними расстояние получается побольше и получается вот такая редкая, хорошая посадка. Сейчас сюда продвинемся. И так они могут расти, если в загущенном их нужно пикировать в фазе двух настоящих листьев, так они могут расти еще намного дольше, могут даже дорасти, может быть, до высадки в теплицу. Ну вот нераспикированные томаты, они растут точно так же. Их можно также в лотке, если есть возможность, я могу еще тут со средины 2-3 убрать, а остальные полностью в лотке так и будут произрастать. Ничего плохого с ними не случается. Я могу, если время подойдет, вот они сейчас, вот у них уже раз, два, три, четвертый лист лезет, вылезет пятый, шестой, седьмой, и возможно в это время будет уже тепло в теплице. Их запросто можно прямо из этого посевного лотка высадить сразу в теплицу, например. Или если они были бы посеяны позже, можно высадить сразу в открытый грунт. Вот 6-7 листьев можно высаживать. Так что вот это вопрос, ответ на вопрос, можно ли выращивать без пикировки. Вы видите, что они растут так же прекрасно. Они хорошо наращивают листья, у них уже и не очень тонкие стволики. Они сначала вроде начали вытягиваться, когда были в густой посадке. Потом я их проредила, но это, конечно, еще много. Еще бы через один вот эти ряды проредить, и можно оставить без пикировки. Так что у меня какие-то поехали с этого лотка. Вот они, там, по-моему, даже где-то есть. Какие-то поехали в стаканчики, какие-то остались в лотке. Все это вы решаете сами, исходя из своих условий выращивания. Я вот так их оставила, потому что, во-первых, для стаканов много места нужно на стеллаже. И вот в этом лотке они немного компактнее. Сейчас будет тепло, возможно, я их распикирую в стаканы и тоже буду вместе со всеми выставлять в теплицу. Каждый решает сам, как-то подстраиваемся под них. Но я могу сказать, что без пикировки выращивают многие. Можно, некоторые даже делают так, что сеют сразу семечко в стаканчик и выращивают стаканчики от начала до конца. Ни разу так не пробовала, но по отзывам зрителей так люди тоже делают. До свидания! Продолжение следует...